Иди, 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 и ты иди, и ты иди, и ты. Все, все идите. Друзья, всем привет. Как обычно, утро у нас начинается. Сами понимаете, малыши хотят кушать. Мамы закрыты. Кто им поможет? Конечно же, кроликовод. На данный момент именно сегодня это я. Так что сегодняшнее видео мы начинаем с крольчатника. А дальше пойдем все по порядку. Здесь малышни убрали задвижки. Да и у них уже ладки пора убирать. Вот видите, какие штепсики. Знаю, ребятня смотрит много. Ребятни смотрят с родителями. И иногда просят показать. Давайте поближе. У кого нет малышни такой дома. Вот так. Бельчик. Бельчик. У нас раньше в детстве все время как не белый кот какой-нибудь, то был Бельчик. Бельчик. Куда ты попрыгушка? Сейчас так вот. Иди к маме. В общем, малышня уже видите. Маму с трапика выгнали, а маманя здесь спит. Давайте я вам сейчас такой шухер наведу. А вот этих надо ящички доставать. Все. Девчонки все кормят. Видите как? А вот это у меня самая хитрая. Я ей задвижку иногда не защелкну здесь. И она открывает сама. Так, тишина такая. Все кормят. Все в столовой. Иногда чеванька не слышно. Так, ребята, спрашивали, что по корму. Ну, две недели. Полет нормальный. Так, как перешел пока на другой корм. Все нормулек. Радовало, что... Ну, сказал, что отчитаюсь. И я честно вам рассказываю. Радует, что... Вон там молодняк сидит. Сейчас покажу. Молоднячок рассаживал мальчиков, девочек. Само собой, смотрели у них принадлежности. Кто он или она. В общем, рассаживал. Радует то, что нет... Ну, давайте так скажу. Засранных задниц. Ну, кролиководы меня поймут. Нету каких-то вздутиков. Все бегают, прыгают, к ним подходишь. Они все такие на шухере все в движении. Это главное то, что я всегда говорю, что по кролику вы должны это видеть. Если вы раз в неделю приезжаете, ну, где-то у вас там, я не знаю, на даче или еще где-то. Если вы раз в неделю приезжаете и раз в неделю видите свое животное, вы, к сожалению, не сможете прочитать, вот о чем я говорю. В нем. Это я называю прочесть, да, по-животному. Вы приехали, ну, вроде сидит, вроде ел, вроде корм уменьшился. Ну, кто как к этому привыкает. Если вы там хотя бы раз в два дня заходите в кроличатник, то вы это сразу все увидите. Кролик сбитый, кролик садится, кролик хуже ест, хуже матери кормят. Вот сейчас вы видели, да, забежали все лошади на малышню, стали все окормить. Давайте сейчас малышню посмотрим, что у нас тут есть. Так, эти... Вот надо... Вот так я свои клеточки тут делаю. Вот. Ну, давай какой-нибудь... Это самые последние окролились. Здесь... Ну, видите, он лежит. А здесь, наверное, мало, да? Да, тут мало у нее было. Утого они такие толстые. Во! Во! Он сейчас лопнет. У него там все... А этот перевернулся, он, бедный, назад вернуться не может. Во! Ну, у этой мало было. У этой мало. У этой побольше. У этой пузечка чуть поменьше, потому что их тут было... Сколько? 14. 10 оставили. В общем, на данный момент все постепенно налаживается. Ну, как я вам говорю, это все такое дело. Наживное. Но главное, это не проморгать. Вот они сидят карандухи, которые, я говорю, что... Ну, они сейчас по-другому выглядят. Они такие. Бегают все в суете. Корм, поедаемость. Вот именно они покушались. Вчерашний вечер Лешка насыпал. Поедаемость. Они поели, насытились, все, дальше сидят. Ну что, сегодня солнышко. Поэтому... Ну, хотя и тучки есть, облачка. Вот так у нас сегодня. Алексей пришел с училища. И работает. Ну, не только на благо свое и на наше. Я ж повезу. Различные экспериментальные ножки, которые уже никуда не годятся. И вот столько за пару лет обрезков. Всякие обрезки, клепки, сетки. Это еще горячий цинк был. Еще горячий цинк узенький. Неудобная была. Сетка, размер. Видите, из-за угла тоже выглядывает. Наверное, тоже на денежку рассчитывает. Долю, долю. Ну, а ты иди еще тогда следующий прицеп собирай. Еще, Леха сказал, еще один такой же прицеп остался. Так что мы повезли. Вот сейчас уже сдаем. В общем, ребята, на 6900 мы сдали. Сеточки, да, на 6900. Но денег нам не дали. А как, да, 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 мы сдавали? Ну, да. Дали бумажечку, бумажечку. Мы сказали, приезжайте позже же. Да у нас еще один прицеп есть. Так что ничего страшного. Нормально. Сдадим. Пока Леха тачку нагрузил. Максима одну железочку распутал. От перчатки, что не взял? На, тебе свои лично выдам. Спасибо. Бэушные. Отдашь новое, понял? Надевай. Вот и аккуратнее тут это. Персик наш, наш персик. Вот осталось тут старое. Да, в этом году цвести не будет. Он обледеневший был в этом году несколько раз. Это вот старые наши клетки. В общем, надо все здесь избавиться. Максим, чтобы он могли здесь тоже мотоблоком. Видишь, в том году чистенько, как было все. Не травы, ничего. И в этом году надо будет вот здесь все убирать. Здесь вот еще один персик. Но его ребята уже загребли. Ладно, пойдем дальше туда. Еще вот столько вывозить. Все это лишнее. Ребята, у нас вторая ходка. Вчера пацанята нагрузили. Еще прицеп. Этот, наверное, будет потяжелее. Вчера почти... Почин... Много? Намного быть. Вчера почти 400 килограмм. Ну и сегодня... Да не, наверное, Леха. Так же. Может 450 будет от силы. А так, та же самая сетка. Всякие оцинковки, обрезки. И еще немножко осталось. Но уже позвонили нам и сегодня сказали. Напишем сумму, а вы опять на бумажке и поедете домой. Так и работаем, так и живем. Отвезли вторую ходку. Там Леха даже еще на третью насобирает. Но это не главное. Сейчас пройдемся. Я вам покажу, чем Марина там занимается. По крайней мере, должна. Товарищ учитель. Товарищ учитель, здравствуйте. Я с дневником. Да, видишь, что я. Вы видели? Без линзы пришлось одевать очень. Вы видите? Тут мадам чем занимается. Все же должно быть. Очень хорошо сделано у Марина. Да, это вы видите? Надо не в ладачке. Не просто так. Товарищ училка у меня в очках. И это на станочке работает. Вот так вот. Это вам не у сковороды стоять. Да, Марина? Да, да, да. Пока у Марины сразу затрону маленький вопрос. Пока она там жужжит. Сейчас на паение использую вот такую штучку делаю. Это многие даже выключил. Даже выключил. Да ладно, что-то я тебя не отвлекаю. Что-то я тихонечко тут расскажу, да и все. В общем, раньше использовал вот такая круглая резинка. И квадрат-переход на квадратную трубу. Все это вставляется с этой стороны. Для тех, кто интересовался, как это выглядит. И два хомута. Вот это покупал отдельно. И вот это отдельно. Сейчас нашел вот такую. Фирма делает вот такие штуковины резиновые. Плюс они тут, знаете, когда под наклоном или еще где-нибудь. Вот можно еще и двигается. Здесь хомуты. Поначалу сам не знал, как с ними и что делать. Все очень просто. Сюда точно так же одевается вот такой переходник. Я предоставляю, так скажем, к своей системе паения. Вот переходник. Ну, а дальше квадратная труба. Круга квадратная. Ну, вот стандартные квадратные трубы. И получается, что здесь одевается с этой стороны квадратная труба. И потом эти хомуты такие специальные. Они не закручиваются. Они одноразовые. Если этот мы сто раз можем открутить, закрутить, без разницы, то вот этот просто он затягивается. Ну, тут у Марины нет. Ну, ладно, приблизительно вам покажу. Допустим, с щипцами или чем это. Вот они вот здесь зажимаются. Вот. Вот так вот. Неудобно одной рукой. В общем, вот здесь нужно посильнее затянуть. Оно и так плотно вставляется. Реально плотно. Намного плотнее, чем вот здесь резинка. Вот. Но она и по плотности. Вот здесь. Ну, вы поняли, да? Я сейчас была в третьей руках. Вот так зажимается. Вот. Оба-на. И он затягивается. Вот сюда надавили. Он затянулся. Но получается, да, хомут одноразовый. Ну, хотя мы и по сто раз их не снимаем. Я в себя он поставил. Да и поставил. Так что сейчас использую такие. Были вот такие. Ну, ладно. Чтобы вы не говорили, Сашка ходит, только издевается над работягами. Покажу, что я сделал сегодня. Собрал, укомплектовал, получается, две клетки. Заказик один такой. Две клетки, кормушки, лотки. И вот такой заказик. Тоже маточная. Два откорма. Самца. Панель. Все скомплектовано. Осталось только отвезти. Уже закрепил. Также сразу, пользуясь моментом. Иногда спрашиваете, вот хомутами, вот эти металлические, я креплю все металлические сейчас. Вот эти ребра жесткости везде креплю всегда хомутом. И оставляю его длинным. Это означает, его смело можно отрывать. Я креплю только для того, чтобы транспортных его, это или ее ребро жесткости, ребро оно, в общем, чтобы его не потеряли. А то они могут потерять. Ветруган начался. Все, ребята. Вечер, как я вам сказал. Поработав на работе, теперь можно прийти домой. Кому-то. Кому-то просто выйти в огород. И это заняться другими работами. А я тут маленькую вот, Волгоград, кормушечку. Ну, а самое главное, находится передо мной. В общем, упаковал. К сожалению, да, многие пишут, что уже пора газельку. Ну, не знаю. До газельки нам еще пока далековато. Поэтому все успеется. Сейчас я вам еще даже покажу. Это вот так. Там и Волгодонск. Может, кто-то свое здесь увидит. И Киров. В общем, все упаковали, распаковали. Поедем. Кормушка поедет вообще рядышком со мной. Деваться некуда. С этим закончили. И не заходя домой. Хотя можно было бы зайти. Марина там рыбку жарит. Не, не поймал. В магазине купили. Ментай. Ментай. Ай. В общем, пойдем покажу, что я вам помещал. Богородиум показывал. Виноград все подвязал. Возвратные вроде бы заморозки прошли. А может, еще и нет. Но были у нас такие похолодания в регионе кое-где. А так уже вот. Я вам даже покажу преображение. Вот оно. Вот оно, родименькие. Поползли, родненькие. Вот они. Вот они. Вот они. Ну, будем смотреть. Могу вам сказать так, что... Да, сейчас даже дойдем. Покажу, чего там. Я вам совсем другое пришел рассказать, показать. В общем, прихожу сюда каждый вечер. И вот, знаете, так. Одну ямку, вторую выкопал. Все, потемнело. Устал. Спина болит. Пошел домой. На следующий день пришел. Еще одну ямку выкопал. Бросил. Ушел. Видите, тут земля высохла. Это высохла та еще. Так себе та вообще засохла. Ну, и постепенно вот так иду. Потом в следующий день пришел. Опять две выкопал. Опять потемнело. Ушел. В общем, чем это я занимаюсь? Как я рассказывал, был под Херсоном. К другу ездил. Он мне фотки присылал. Так визуально потом посмотрел. Ай, это сказка. Понимаю, что не все сорта могут туда пойти. Для такого выращивания. Но большая часть идет. И как бы, ну, интересно на это посмотреть. В общем, яблони и груши на шпалере. Столбы. Как видите, вот столбики. Я еще в том году их купил. И хочу на шпалеру. Я их даже уже обрезал. Смотрите, что уже получается. Вот эту ветку я, видите, пускаю. Следующая веточка будет. И я их растягивал. Следующая на другую шпалеру. Это в эту сторону. Здесь я оставляю. Центральный проводник я все равно оставлю. Ну, и здесь уже буду что-то со временем выводить. Все, что сюда шло, я обрезаю. Здесь пока еще не все обрезал. Что-то ветрюган начался. Здесь еще не все обрезал. Но все-таки, вот видите, я даже не подрезал. Я хочу оставить, чтобы нас... И как сейчас привяжем к шпалере, тогда я уже буду разбираться, где кого, чего. И вот они все у меня так обрезаны. Видите? Вот так подходишь, вроде деревца. Вот так подходишь, вроде деревца. А так уже, вот у меня будет на шпалерине. Здесь груши. Видите, тоже будут грушки цвести. Я тут первый год будет там груши цвести. Яблоня, груша, яблоня, груша. Будет раскосина одна до воды. Видите, я даже там воду выводил, чтобы поливать потом. И по нижней проволоке пущу, полив. И вот это наискосочек. И маринный цветок вот здесь потом стеной поставить. Классно будет смотреться. Да что ж ветер-то такой, мамушки родные. На данный момент у нас индюки вот такие здесь. Как видите, индюки заседают. Это утеплитель, полы. Часть здесь, часть за домом, часть мама родная. Короче, все это я привез весной. Как бы до поднятия, как всегда, сезонных цен. В общем, вот так. А сейчас еще где-то меня не докопал. Там, кажется, одну не докопал. Так что, ребята, сейчас столбики бросим. Что в дальнейшем получится, когда растянем, мы покажем. Но и это не только это. Мы еще покажем, как оно там будет созревать, если будет. Ладно, ребят, пошел я дальше копаться. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok